всем привет разговор сегодня пойдет о крупно-серийном производстве так тексте специально никакой не писал могу забывать слова там или еще что-нибудь принципе как и все остальные мои видео без какого-то сценария значит о крупно-серийном производстве я задумался еще год назад вот и делал под они на она даже больше обдумывал как это все будет происходить и но опыта такого у меня конечно же нету вот эти четыре года работаю мастером с нуля начал поднял производ по принципе у меня мастерская оборудование неплохо не у многих такое оборудование есть научился на работать и выпускаю инструменты и уже более тысячи нескольких тысяч человек да там скажем по три-четыре тысячи человек получили мои инструменты ими пользуются вот недавно ко мне приехал виталик как представитель компании тавро и мы решили вместе начинать от них поступило предложение поставлять им серийный инструмент но для серийки помимо того что нужен опыт нужно оборудование и нужны еще люди сейчас у меня появился помощник вдвоем мы работаем но производительность пока не повысилась пока он еще учится то есть я с ним просто делюсь зарплатой своей получается вот в этот момент мне нужно расширять производство строить мастерскую настраивать станки чинить станки и все это делаю пока один я вот с инструментом и помощник помогает поэтому что я хочу предложить я хочу предложить всем к всему кожевиному сообществу задуматься над тем что пора нам создавать инфраструктуру для того чтобы как можно меньше всего покупалось за границей то есть не были мы зависимы за границей случай с коронавирусом показал насколько сильными могут быть задержки от по три по четыре месяца посылки некоторые жду из-за этого очень сложно приходится приходится самому что-то изготавливать она это уходит больше времени из-за этого цена на готовый продукт повышается и у нас до сих пор не производится много вещей которые мы можем принципе делать вот чтобы это произошло нужно инвестировать инвестировать производство создавать производство это самим в чем заключается инвестирование я предлагаю всему кожевину кожевину сообществу стать инвесторами и вложить деньги в производство построить мастерскую купить оборудование его уже не особо много надо потому что практически все у меня уже есть там несколько еще станков но вот денег на постройку мастерской у меня уже не осталось все я последний выложил почему я говорю что это инвестиции они просто какая-то какой-то донат там да потому что как только появится серийное производство первое что произойдет это исчезнет очередь практически и не будет но может пару недель максимум месяц это если будет ажиотаж второе что произойдет это снижение цены потому что я посмотрел например как работает станок и какое качество он дает да и какая скорость производства у него я понял что себестоимость изделия будет гораздо ниже ведь и в большому счету кто работает руками да в основном ну или даже если он станок использует какой-то трудоемкий ручной процесс и у него там зачастую деньги то есть цена продукт это время потраченная на него на изделия этого продукта время в основном и если это какой-то там экзотический продукт а там допустим тогда так еще идет стоимость большой ну большая большой процент это у нас стоимость материала а в основном это время время потраченная мастером потому что делать вручную инструмент гораздо дольше чем сделать его на специальном оборудовании вот по поводу того какие инвестиции нужны знаете даже 100 рублей будет большой помощью если его если их помножить на тысячи людей которые занимаются кожевином ревеслом а нас десятки тысяч а может даже сотни просто не допустим сети кого я знаю там в группах если посмотреть там под сотню наберется тысяч людей которые занимаются в той или иной степени кожевином ревеслом неважно вы это для вас хобби или вы профессионалы вам нужно чтобы вы могли спокойно заказать инструмент или прийти в магазин и купить его такое будет будут допустим первых городах магазины появится это москва и точнее появится они уже есть до появится в этих магазинах появятся серийные режущие инструменты первую очередь потом и другие появятся вот москва пьет потом дальше также есть предложение людям которые уже занимаются то есть изготовлением инструмента до видеть как-то усилия распределить силы каким-то образом но это нужно обсуждать уже вот возможно кто-то захочет принять участие непосредственно то есть приехать ко мне поработать посмотреть как все это происходит и потом уехать к себе например и тоже сделать небольшое там производство получать от меня полуфабрикат и доделывать его уже себя ну или какой-то еще другой способ или например ездить работать вахтой сюда 15 дней поработал уехал но для этого необходимо построить жилье хотя бы простенько допустим даже тот же вагончик но с удобствами что все было чтобы человек чувствовал себя комфортно вот еще один момент который должен быть если мы хотим развивать инфраструктуру это ремонтные мастерские в каждом крупном городе должна быть ремонтная мастерская то есть если вы допустим пользовались ножом и уронили его на полу вас там загнулся сильно кончик и вы не можете его сами исправить да там ну или еще какой-то другой даже вот просто заточить вы не можете вы приходите и вам в этой мастерской правят нож выводят как каким он должен быть дают советы также какие-то небольшие какие-то комплектующие можно купить там допустим иголки или еще что-нибудь в этой мастерской их могут просто-напросто брать и производить потому что это не так сложно что-то мелочь какую-то чтобы не выписывать иголку по почте например очень удобно будет и вот каждом крупном городе будет такая мастерская люди которые захотят быть мастерами такие тоже могут приехать сюда чтобы научиться как правильно точить инструмент потому что тут все-таки навык нужен есть некоторые нюансы если вы просто наточили какие-то ножи и кожевый инструмент все-таки есть разница то есть нужно вникнуть посмотреть понять как что какие углы спусков какие углы подводов и так далее какие должны быть поверхности вот значит на данный момент мне нужны средства на постройку мастерской я обратился к человеку который сейчас пробил цены в нашем городе и который готов сварить мне каркас то есть это значит изначально будет только я вот как хотел делать чтобы прикинуть сколько на это нужно делать денег это значит будет крышей со стойками то есть это будет просто навес и на один навес потребуется только 83000 материалы еще где-то 40 работа будет стоить далее нужно обшить стены потом это все утеплить но это можно делать поэтапно если будет крыша уже можно начинать то есть где-то порядка 125 тысяч надо у меня денег осталось только заплатить помощнику из-за и закупить еще заготовок и все как бы на семейный бюджет не придется сейчас заработать еще успеть конце видео я сейчас отдельным кадром сниму свою карту сбербанка вот обязательно сверти номера то есть я писать нигде не будут номера чтобы никакие злоумышленки не использовали только карта карта которая будет на видео только на нее можно будет переводить средства тем кто меня уже знает я как бы не подводил никого не обманывал никогда вот поэтому бояться вам не за что насчет риска по поводу инвестиций да да риск всегда есть но кто не рискует тут ничего не получает я четыре раза шел ва-банк за четыре эти годы всегда выигрывал и в этот раз я обязательно тоже выиграю не откликнется сообщества ничего страшного продолжим в том же духе как и раньше потихоньку помаленьку просто это займет гораздо больше времени я посмотрел сегодня главное чтобы понять что такое краунфандинг да хотел я на платформу сразу написать как-то объявление дать так вот я посмотрел что там что на что люди собирали деньги знаете что там допустим зубная паста со вкусом кофе вот такие вот если на это люди собирают 1000 долларов значит что там еще было он сейчас не вспомню мыло запаха мяса кидывались и все люди делали потом это или не делали не получалось может у кого-то то есть если мы достаточно созрели как сообщество нам нужно принять решение строить инфраструктуру за нас это не сделает никто правительству не до нас у них какие-то там свои дела там мы не знаю терки постоянно какие-то с кем-то то есть мы должны понять что правительством нам не родители мы уже взрослые можем все сами сделать самостоятельно и на западе это давно происходит люди собирают деньги строят предприятие и все у них получается вот а если допустим сейчас нормально все произойдет да там сумма соберется на постройку то я обязательно тоже заявление сделаю выложу объявление на краудфандинговой платформе и его просто нужно будет там поддержать но опять же там что-то положить и таким образом можно будет сразу закупать серьезное оборудование то что я покупаю допотопное там какое-то да ну кроме чипу конечно чипу современные другие станки они старше меня по возрасту понимаете ну да они будут работать но сами сами понимаете это прошлый век мы очень сильно сильно отстаем от других стран развиваешься что я могу сказать опираясь на свой опыт мастера который начинал с нуля полностью я точно знаю я абсолютно уверен что у нас все получится до плане качества инструмента он не будет хуже ни в коем случае возможно даже будет лучше почему потому что я могу чисто техно продумать технологический процесс таким образом что человеческий фактор будет минимизирован то есть испортить что-либо будет по крайне сложно то есть только специально все этапы будут обработки производить таким образом чтобы это никак не повлияло на работоспособность инструмента не было чтобы перегрева например такой вот чтобы все было четко температура закалки чтобы соблюдалась вот и для полностью для того чтобы полностью все заработал все хорошо нужен полный цикл то есть я покупаю лист металла сам из него нарезаю сам его закаливаю ну как сам люди которые будут со мной работать ну по четкой технологии вот она должна быть отработана вот и до и дальше изготавливается инструмент тоже до конца тогда себестоимость этого инструмента будет очень низкой вот не будет никаких пересылок и не будут там человек допустим который готовит ему же тоже на зарплату надо платить уже не хочет не будет это так бесплатно делать а когда работа происходит на производстве там уже совсем по-другому считаются все то есть зарплата рабочего и зарплата предприниматель это разные вещи вот всем спасибо за внимание кто согласен пожалуйста переводите средства я говорю сумма может быть даже 100 рублей и это сильно поможет вот кому это не понравилось ну пишите почему не понравилось как бы вы хотели это видеть так далее все до свидания до новых встреч так получатель павел богданович кстати павлов это не моя фамилия это псевдоним вот кто не знал так продиктую номера всякий случай 42 76 83 83 39 73 43 88 посмотрите что это я подписка том Франции там